Всем привет! В эфире рубрика «Ксюша это бесит». Я сегодня буду говорить о дизайне ради не то, что дизайна, а ради фиг поймешь чего. Когда интерьер воспринимается из серии «ну возьмем какую-то штуку, куда-нибудь вот там приткнем, воткнем и типа и вот он дизайн». Но так это не работает, особенно когда речь идет об объемах. Так или иначе, интерьер — это пространство. Пространство, которое организовалось, когда строили там дом. То есть у нас есть дом, у него есть стены, у него есть там перекрытие, крыша, да, и вот то, что внутри — это интерьер. А не просто типа вот что-то такого набрали, что-то вот так вот накидали, и вот оно вот так и есть. Хотя смотришь на некоторые интерьеры и такое ощущение, что именно их так примерно и делали. Увидели на улице — о, балка лежит, а давайте ее вот сюда воткнем. Ой, какая-то плита, а давайте ее поставим вот сюда, а давайте в ней прорежем дырку. А зачем? Ну, а просто потому, что у меня есть перфоратор, и я могу им что-нибудь просверлить. Вот реально очень многие интерьеры так и воспринимаются, по крайней мере, людьми, которые хоть раз сталкивались с реальным конструктивом, с реальным строительством. Возможно, после просмотра этого выпуска вы тоже начнете это видеть, и ваша жизнь существенно ухудшится. Поэтому, ну, не то, что я не рекомендую вам его смотреть, вот, но, короче, ладно, погнали. Начну с балок. Если прям вот совсем издалека, то можно начинать прям там с истории древнего Египта, да? Что вот у нас стоечно-балочная система, там Луксор, Карнак, вот у нас колонна, колонна, на ней балка. Это все перекрывали. Ну, то есть, так или иначе, о первом конструктиве. Как вообще у нас появился тот или иной конструктив, там, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим и так далее. Дальше можно пойти дальше, вспомнить, там, Санта-Мареда и Фьори, купол Брунеллески и так далее и тому подобное. Ну, в общем, короче, это история архитектуры, история в том числе того, как развивались конструкции. Да, изначально балка – это конструктивный элемент, это не элемент декора. Поэтому, когда вы по каким-то причинам хотите эту балку сымитировать, то имитируйте этот именно конструктивный элемент. Он не должен идти вот вдруг ниоткуда, как будто бы, я не знаю, в этом настройке что-то нашли, притащили и куда-то там приляпали. Она должна на что-то опираться, пусть такое же сымитированное, где-то начинаться и где-то заканчиваться. Причем очень желательно, чтобы была видна какая-то структура. То есть не надо располагать вот эти вот балки вот солнышком или просто как покрасивее, или пытаться из них изобразить непонятно что. Это не декор, это конструкция. Да, например, у вас идет вентиляция, вы решили ее обшить и как будто бы это балка такая. Ну, хорошо, но так доведите эту балку до чего-то, до стены. То есть не надо ее делать, что она такая пошла, потом вдруг прервалась, потом, не знаю, ушла куда-то в сторону и произошло непонятно что, да? То есть балка пусть остается балкой. Дальше у нас есть конструкции. То есть колонна, колонна, балка или стена, стена, балка, перекрытие, пусть это имитированная балка. И после этого у нас в интерьере появляется отделка и мебель. То есть сначала мы дом построили, потом занесли туда мебель. Логично? Логично. Но я тоже частенько вижу ситуации, когда у нас как будто бы сначала поставили мебель в чистом поле, а потом воткнули туда балку. Ну, как бы это же нелогично поставить сначала шкаф, а потом начинать его продалбливать, впихивать туда балку и перекрывать. Соответственно, в интерьере нужно делать то же самое. Сначала конструкции, потом мебель, а не наоборот. Даже если вам почему-то кажется, что обойти шкафом балку и воткнуть балку в шкаф, это типа красивее. Да, для тех, у кого балка втыкается в шкаф, это именно красивее, а не красивее. Ладно, если уже зашла речь о балках, давайте поговорим еще о перемычках. Имитация кирпича. Кирпич у нас имитирует кирпич, кирпичную кладку, что тоже кажется логично. Ровно до того момента, пока не начинается вот этот вот вопрос, как его закончить и как сделать какую-нибудь условную дверь. Ну, достаточно часто мне прилетают такие вопросы в директ, ну или просто фотки в директ с вопросом, что типа вот сделали, а что-то не то. А не то я сейчас расскажу, что две самых главных ошибки, когда речь идет о имитации кирпичной кладки. Первое. Если мы берем вот как оно в природе, да, то у нас сначала есть кирпичная стена, которая потом штукатурится. И с течением времени штукатурка может отвалиться. Штукатурка отваливается от кирпичной кладки. В интерьерах же у нас очень часто имитируют, что не штукатурку, отваливающуюся от кирпичной кладки, а кирпич, отваливающийся от штукатурки. Ну, такого не бывает. То есть у нас идет вот эта имитация кирпичной кладки, а потом у нас вот эти кирпичики такие тык-тык-тык-тык-тык, вот такие на нет сходят. При этом они выступают за плоскости штукатурки. Ну, да, кирпич отвалился от штукатурки. Нет, ну вы выйдите на улицу, пройдитесь, думаю, наверняка можно найти вот эту вот ситуацию реальную, жизненную, где у нас от кирпича отвалилась штукатурка, ободранная штукатурка, и посмотрите, как оно выглядит. Оно выглядит наоборот, штукатурка выступает за плоскостью кирпича, поэтому, когда вы хотите это сымитировать, то нужно, да, действительно, либо сначала делать вот эту имитацию, потом штукатурить и аккуратно делать эти, вернее, наоборот, неаккуратно делать вот эти края, сразу думать о всех этих толщинах, тогда имитация будет действительно верной. И вторая ошибка – это перемычка над дверью. Казалось бы, все элементарно. Открываем Google, Яндекс, набираем «Кирпичная перемычка» и смотрим, как это выглядит. Ну, во-первых, это можно посмотреть где-нибудь, где вы встретите кирпичные дома. Либо там у нас бетонная перемычка, либо есть перемычки с кирпича. То есть, есть определенная кладка, с помощью которой эти перемычки делаются. Все. Соответственно, вот этими вашими кирпичками-имитаторами мы вот это все имитируем. Когда начинается, опять-таки, попытка этими кирпичами сделать непонятно что, то это тоже выглядит странно. Потому что это неестественно. Потому что в живой природе, в настоящих конструкциях этого не встречается. Ну, я и молчу про то, когда у нас кирпич имитируют не вот этими плиточками, а там, допустим, декоративной штукатуркой, либо как-то рисуют. Ничего личного. Симитировать можно очень хорошо и декоративной штукатуркой, и даже нарисовать можно очень хорошо. Но если вы рисуете правдиво, а когда кирпич начинают делать вот-вот волнами, ну, вы где-то видели вот такой вот волнообразный кирпич, который плавно что-то обтекает? Я думаю, нет. Вот это тоже выглядит очень странно. Следующий пункт — это карниз. Карниз изначально — это архитектурный элемент, и потом он из экстерьера пришел в интерьер уже как декоративный элемент. Но изначально это именно конструктивный элемент. Открываем Википедию и читаем. Карниз — это обвенчающая часть здания, выступ, край кровли. Происхождение карниза связано там, в общем-то, с такой эпохой, ла-ла-ла, отстоящей от наружных глинобитных стен, защищая их от стока дождевой воды, а людей от палящего солнца. Эта особенность определяла так называемый вынос карниза. В дальнейшем при переходе от деревянной архитектуры каменной деревянные столбы заменяли колоннами и защитную функцию переняли колоннады и портики. Сильно выступающие карнизы деревянных консолей до настоящего времени, короче, в странах традиционной архитектуры Китая и странах Юго-Восточной Азии с дождливым климатом использовали сильно выступающие изогнутые края кровли доугуны. Короче, карниз — это конструктивный элемент, который призван защищать от дождя и или солнца. Так вот, что мы видим, когда этот архитектурный элемент у нас приходит в интерьер? У нас его часто начинают прорезать, потому что, ну, идет же вентиляция, и это же так круто и здорово в карнизе сделать вот такие вот дырки. И выставляется это как типа, блин, смотрите, как офигенно, круто мы придумали. Офигенно круто что? Элемент, который защищает от дождя прорезать дырками, да, понятно, сейчас он от дождя не защищает, да, сейчас это больше декор. Но изначальная его функция, да, так же, как и в балках, да, есть какая-то определенная. Так же, как с имитацией балок или так же, как с имитацией кирпича. Понятно, что там, где кирпич просто рисуют, он не выполняет никаких конструктивных функций, это просто рисунок, да. Но мы же говорим о какой-то логичности, да. Так вот, на мой взгляд, это как дырявый зонтик. Зачем имитировать дырявый зонтик? Ботинки без подошвы. Это очень странно. Продырявить то, что призвано защищать от дождя. Да, несмотря на то, что функция сейчас другая, это какая-то, блин, иррациональность. Понимаете, я вот живу в центре Санкт-Петербурга. Я там каждый день езжу, там, отвожу детей в школу, езжу на работу, просто там передвигаюсь как-то по своему району. Ну, и, соответственно, вижу вот эти вот классические здания. Все карнизы, 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 да. Это, в общем-то, архитектура, которая меня окружает. И поэтому, когда раз ты такой видишь тот же самый карниз, но дырявый, логичнее его прервать. То есть отсутствие карниза, это вполне понятная архитектура, ну, просто его нет. По каким-то причинам, да, вот тут есть крыльцо, у нас тут закрыли от дождя. Тут крыльца нет, тут от дождя не закрыли. Но сделать, а потом продырявить. Короче, если у вас есть и карниз, и вентиляция, ну, как-то по-другому это все разруливайте, чтобы Ксюшу не бесить. Не, не чтобы Ксюшу не бесить, а потому что теперь вы тоже это видите. Да, кто-то скажет, что такие же элементы, они же продаются. Ну, мало ли что продается. Гибкий кирпич тоже продается. Вернусь к балкам. Еще одна странность, которую вытворяют с балками, это встраивают в них светильники. Это тоже выглядит очень иррационально, потому что балка – это элемент, который несет кровлю. Некая несущая конструкция. И продырявить несущую конструкцию, ну, это как бы такое. Это сразу создает подсознательное ощущение, что это нафиг сейчас на тебя свалится. Есть что-то, что что-то держит, и вы таки его продырявили. Да, головой-то вы понимаете, что это все имитация, там гипсокартон, вы там натыкали вот этих встроек, и типа все окей. Но именно от этого и появляется ощущение в интерьере, что это как бы вот то, да не то. А не то как раз то, что вы живете там в нормально спроектированных зданиях, вы везде ходите, везде это видите. Даже если вы не считываете вот типа, а, эта балка так, она опирается сюда, она так работает. Вы все равно в этом живете. И когда вдруг над вами появляется балка, которую прорезали, это сразу на уровне подсознания воспринимается враньем и странностью. Но прорезают у нас не только балки. Сейчас будет мое самое любимое. Я прямо чувствую, как словлю сейчас кучу хейта. Это встраиваемые треки и различные вот эти вот встраиваемые полосы, которые сейчас очень-очень модны. Никаких претензий к ним нет, когда речь идет о современных интерьерах. Когда у нас и современный экстерьер, и, соответственно, современный интерьер. Когда у нас сама коробка интерьера, она современная. У нас ровные стены, у нас какие-нибудь панорамные окна, да. То есть мы заходим в это здание, попадаем в интерьер. Ну, мы же всегда в интерьер попадаем с экстерьера, да. Ну, даже если мы пошли, прошли по каким-то переходам через подземный паркинг, поднялись. Ну, так или иначе, когда-то мы были на улице, и потом вот к этому всему приехали. Ну, я не знаю, можем, конечно, представить ситуации, когда вы были в каком-то классическом здании, потом спустились и по каким-то, я не знаю, канализационным коллекторам попали вдруг в современные здания. Ну, наверное, это все же достаточно редкая ситуация. Обычно мы вот пришли, здание современное, зашли, и вот у нас современный интерьер, у нас все совпадает. Вот это было снаружи, вот это у нас внутри, как бы, логика присутствует. Там, да, понятно, могут быть и какие-то там прорези, и могут быть и деконструктивные элементы, могут быть там та же стеклянная лестница. Это тоже, что воспринимается иррационально. Кто из вас был на каком-нибудь фиг поймешь, в каком этаже, и там стеклянная лестница, еще какой-нибудь стеклянный вынос, и это сделано специально, чтобы вызвать какие-то эмоции. Все такие туда выходят. Кто-то решительно ступает, фотографируется, там, выкладывает фоточки в соцсети. Кто-то не решается, потому что даже если ты понимаешь, что, блин, это суперкрепкое стекло, на него можно выйти и даже попрыгать, но все равно войти, ступить на стеклянный пол на какой-нибудь фиг знает в каком этаже, ну, страшно, да, потому что мы понимаем, для нас это как непонятная история. Да, можно сделать и какие-то там огромные консольные выносы, балок, там, современная архитектура бывает очень-очень-очень разнообразной. Там это воспринимается нормально. Когда мы заходим в классический интерьер, у нас там вот эти все карнизы, у нас там вот эти все вензеля, кружева и все такое прочее, и в качество технического света мы прорезаем, но вы же понимаете, что в реальной жизни, в реальном конструктиве у нас там не может быть ничего прорезанного. У нас же там вот стена или колонна, у нас там балка, у нас там вот эти все подшивки. А тут мы берем и прямо такие штробим по этому всему. Я вот представляю в старом фонде, в питерском старом фонде, там, где у нас не зашили ничего, гипсокартоном и такие, и пошли фигачить по всем деревянным балкам. Так себе идея-то. Поэтому, если вы делаете классику и вам нужен технический свет, то делайте его накладным. Это выглядит более нормально, более естественно, потому что представить, что мы зашли в какое-то классическое здание, в условный Эрмитаж, и нам понадобилась какая-то дополнительная подсветка, все же там, ну, есть у нас там определенное количество домов, да, в которых электричество уже появилось, ну, после, они были построены раньше электрификации, да. Там логично, вот оно было, потом пришли, провели и подсветили, да, все понятно. А вот представить, что у нас есть условный Эрмитаж, и там взяли, и пришли со штраборезом, и профигачили штрабу, причем прям по-живому, не только по живой лепнине, но еще и по живым конструкциям. Не надо так делать. В классических интерьерах не надо ничего резать. Дальше продолжу тему классики и освещения. Ну, все наверняка видели лампочки в виде свечечек, как правило, с цоколем Е14, ну, они массово присутствуют в продаже. Что они имитируют? Имитируют свечу. Все видели свечи, да? Ну, все видели свечи, наверняка зажигали, ну, по меньшей мере на день рождения. Как горят свечи? Свечи горят достаточно тускло, и они дают теплый свет. Откуда тогда появились свечи, и зачем они вообще существуют? Свечи, которые горят, там, 6000 кельвинов, фигово кучу люминов. То есть такая прям свеча-люминесцентная лампа. Я когда это вижу, у меня просто вот какой-то диссонанс происходит. Да, понятно, можно приврать чуть-чуть. Там, не 2200, а там 3000 кельвинов. Ну, окей, приврали. Да, она может там не как свеча гореть, а там, а поярче, в разумных пределах. Но когда эта свеча-прожектор, это выглядит очень странно и иррационально. Если вам нужен холодный свет, если вам нужен мощный свет, ну, сделайте его в интерьере чем-то другим, прожектором. А вот эту вот люстру с декоративными свечками повесьте как декор. Пусть она почти не светит. Пусть это будет чисто вот, ну, вот, красивая штука. Не надо ей пытаться освещать как прожектором. У меня все. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. Я представляю, что там начнется в комментариях. Делаем ставки. По поводу чего я получу больше всего хейта. Я ставлю на прорезанные треки и на карнизы. Продолжение следует.